Покинул магазин! Нет! Нет! Базара! Нет! Обслужи! Нет! А приезжайте теперь к повеске и там вывезку, чтобы закрыть магазин. А я же за другой подъездку! Чтобы 10-то не заходили! Выходит в магазин, а я сказал! Дамы и господа, мы к вам еще придем. Будет еще просрочка, будет еще то же самое. Анна, вы услышали меня? Четвертый раз будет еще жестче. Вы если смотрите мои видео, посмотрите по лобу вас 40, посмотрите другие. Посмотрим, да? Это цветочки, я вам еще раз говорю. Субтитры сделал DimaTorzok Дисклеймер 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 Хотела поинтересоваться... Раньше мы просрочку эту забирали, полицию мы что-то заедали, А сейчас что произошло? Срочка большим нужна? Так и товар вроде бы нормальный тоже брали. Договоренность была. У кого с кем была договоренность? Ну, у вас со мной. Я вас первый раз вижу, девушка. Видимо, нет. А вы меня знаете? То есть, как мой товар брать с магазина? Вы меня знаете? Я уже знаю. Нельзя туда. А можно узнать, как вас зовут? Меня зовут Катерина, я управляющее. Катерина, меня зовут Владимир. Вот теперь вы меня знаете, Катерина. Я не знаю, но этого знала. Наверное, заочно. Когда вы брали товар с этого магазина, была договоренность... Катерина, я вас лично в этом магазине ничего не брал? Брали. Лично я? Нет, Денис для вас брал. А, для меня брал? Да. Откуда у вас такая информация? Денис сам говорил об этом. Да? Ну, это мы можем у Дениса спросить. Я думаю, вряд ли он подтвердит. Ну, как раз что произошло-то? То есть, до этого вы товар брали, было все нормально, а сейчас? Мы хотели бы пообщаться с вашим руководством. На предмет. На предмет заключения договора определенного. Я не хочу вдаваться в подробности, но, я так понимаю, у нас какие-то препятствия возникли? Нет, почему? Здесь горячая линия, там есть... Нет, это не через горячую линию решается. Почему через горячую? Потому что... Ну, как бы... Они есть на газах, эти номера, пожалуйста. Вы не поняли смысл. Нам нужен человек, который решает вопросы, а не который сидит на ресепшене и тому подобное. Но при чем тут ресепшен? У нас нет человека на ресепшене. У нас есть... Ну, хотелось бы, чтобы непосредственно человек, который отвечает за регион города Мурманск. Так вы, есть, пожалуйста, в горячей линии вам дадут номер. Так вы, не ответили на вопрос. Что произошло? То есть, раньше вас все устраивало, а сейчас? Я думаю, что вряд ли все устраивало, тем более нас. В течение полугода здесь было все хорошо, якобы. А, якобы? Ну, просрочка есть в каждом магазине. Есть битый товар, который покупатели уронили и поставили. А то у меня этикетка тоже есть. Всяко бывает, не спорю. Вы снимаете. Просто до этого, Денис, грубо говоря... Я, видимо, уже просто устал за вас делать работу. Потому что это такое все, что только мне это надо. Вам всем насрать на этот просрок. Нам нет. Да? Да просто... Ну как? Вот это? Вот это опять стоит. Как вас снимают? Я вам еще раз повторяю. А детское питание вот там. Что? Так вы мне объясните, что произошло? Что произошло? То есть, по всем магазинам Денис вы ходите и просите просрочку. Берете обычный товар, просрочку. Берете для своего партнера этот товар, вы не вызываете по лечке. Екатерина, вы как бы... У меня есть видео, доказательства о том, что вы берете товар с полки и уходите, не оплачиваете его. Ну, прекрасно. Вы выходите из моего кабинета с товаром, не оплачиваете. Прекрасно, прекрасно. Это все и есть. Екатерина, вы можете с этим видео пойти в соответствующие инстанции. Естественно. Так идейте. Естественно. Идейте. Мне просто интересно, что же произошло? В смысле, что произошло? Я вам говорю, я вас сейчас вижу впервые, так же, как и видите вы меня. Мы заочно знакомы. Для вас тоже... Ну, вы со мной знакомы, заочно. Я с вами не знаком. Я же говорю, для вас тоже брался этот товар? С чего вы это решили? Это у вас фантазия буйная такая? Да ну что вы? Вот есть ваш товарищ, который лично для вас брал. Ну что дальше? Он лично для вас брал. Что он для меня брал? Товар с магазином. Девушка, вы, наверное, путаете меня с магазинами в Перекрестке? Нет. Да, там мы берем товар. По акции, все как положено. Нет, без кассы. Не просроченный, кстати. Без кассы. Что без кассы? Без кассы ваш товар не брал для вас товар. С чего это вы решили? Потому что он так говорил. Вы, когда говорите что-то, вы либо имеете на это доказательство, подтверждение, либо воздержитесь от ваших комментариев. Вы хотите меня в чем-то обвинить? Девушка, вы хотите меня в чем-то обвинить? Вас конкретно? Да. В том, что вы брали заочно, вы брали товар. Я вас брал заочно. Вы соглашались на товар, чтобы написать заявление в полицию? Девушка, с чем я соглашался? Мы еще раз повторяем. Вы заочно брали товар через вашего напарника? Вы можете пояснить, как заочно? Как заочно? На телефоном. Товарищ выходил на улицу, звонил и говорил, что если ты сейчас отдашь просрочку, еще что-нибудь? Скажите, давайте теоретически предположим, что такое могло быть. Да. Давайте предположим. А в чем проблема? Так нет, не проблема-то нет. Вопрос, что произошло? Нет, ну смотрите. Давайте, чтобы вы уже не приводили этот довод, не приводили его. Мы его разберем по деталям. В чем сложность? Вы, я так понимаю, через Денисом Анатольевичем извинились и компенсировали его вред. Либо работу, либо еще что-то. Путем предоставления ему каких-то благ. Правильно? Ну, это выглядело как вымогательство. А, вы знаете, что такое вымогательство? Да, убирая просрочку, это вымогательство. Замечательно. Ладно, тогда вы знаете, что делать с этим. Пишите заявление, и над вами посмеются. Насчет, что такое вымогательство? Вымогательство? Вы когда диспозицию почитаете, статьи про вымогательство, и все поймете, что здесь нет никакого вымогательства. А как это называется? Что как называется? Это называется, в лучшем случае, ваше извинение перед покупателем. Перед покупателем? Да. Если что надо, я извинюсь. Просто по нему, вы мне ответьте на вопрос. По-разному люди извиняются. Ну, с года было все хорошо. Что произошло? Ну, скажем так, я к вам сюда хожу вообще не полгода. Я знаю, как у меня были пару раз. Сегодня я у вас пятый раз. Завеление в полицию будет. Если вы хотите снимать просрочку, давайте будем. Каждый день. Я вам могу сказать только спасибо. Вы нам и говорите спасибо. Вы нам говорите спасибо. Да. Да. Полиция вызывает полицию? Обязательно. Мы ради этого сюда и пришли. Хорошо. Всего доброго. Всего хорошего, Катерина. Давай тогда сразу полицию вызывай, раз уже у нас есть просрочка. Чтобы время не тянуть. Начальник есть, кто поставить на ответственное хранение? Да, да. Правда, она сказочница. Сказочница-то да. У них там какие-то видео есть. Что там только нет? Я тут два часа каждый день проводил, убирал просрочку, помогал им. А они... Вымогательство. Так, так. ППС. ППС просто. Да. Я так понимаю, если вдруг магазин сделал покупателю какой-то подарок, то покупателю нужно быть осторожней. Здравствуйте. Масло вас беспокоит. Опять у нас Дикси, Чумбарова, 24. Много просрочки. Нам бы ППС. ППС к вам поехали. Тут же, тут же, не ППС, к вам поехали. Нет. В других регионах порой так делают. Включая свет. Но сегодня был бы вечер. Так, может, они магазин закрывают? Все уже. Да, завтра там магазин закрывают. По техническим причинам. Понимаю. Ну, в карточку не там разговаривали. Да. Не знаю, как бы. А, это... Нет, это что? Азбукоморс. Да, да, да. Намелк. Да, да. Стой, да? Сейчас я буду. Сейчас я буду. Это значительная реакция. Они пытаются нападать. Азбукоморс. Начинают обвинять. Непонятно в чем. Вымогательство. Представляешь? Вымогательстве. А зачем свет выключили? У нас перебои. А, перебои. Ну, ничего страшного. Нам хорошо видно. В магазине Путида. Пожалуйста, подойдите в магазин. Мы полицию вызвали уже. Да, не вопрос. Конечно, подождите ее на улице. Нет, мы на улице не подождем. Мы здесь подождем. Вы не имеете права находиться в магазине, который не выключил. Подайте на меня в суд. Подайте, пожалуйста. Подайте на меня в суд. Екатерина. Подайте, пожалуйста. Екатерина. Аня, здравствуйте. Здравствуйте. А что с магазином-то случилось? У нас какая-то аура не та или что? Скорее всего. Свет там пропадает. Вы решили просрочку посмотреть или что? Нет? Просто. А, мы занимаемся. А вы уже не занимаетесь просрочкой? Вы нам делегировали эту функцию, я так понимаю? Спасибо за доверие. Зарплату, надеюсь, тоже нам делегируете? Вот это и говорит о том, что они ничего сами не убирают. Так, зачем убирать, если мы есть? Понятно. Мы же это делаем бесплатно. У нас какой цели к нам подошла? Решила с нами договориться о чем-то или что? Ну, видимо, да. Как-то странно она разговор начала. Что изменилось? Что вы хотите? Идет в нашу сторону. Опять? Не знаю, наверное. Узнаемые посетители этого магазина. Просьба его покинуть, потому что магазин не работает. Приходите в рабочее время магазина. Невозможно. Тут совершенно преступление. Екатерина. Подписывайтесь первой статьи 238 Головного кодекса. Екатерина, я вам отвечу следующим образом. Мы находимся на месте совершения правонарушения. Предположительно совершено преступление по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Вызвано ряд полиции. Мы вам не помешаем. Мы имеем право. Более того, мы не имеем права покинуть место происшествия. Мы не имеем права покинуть место происшествия. Мы фиксируем следы правонарушения. Предположительное преступление. Мы знаем, что мы можем. Покинься магазин. Екатерина, давайте не будем усугублять. Хорошо? Это выручить. Не понятно. Ничего такая в воде. Добрый день. Здравствуйте. Это, понимаю, вас вызвали, да? Давайте мы вам поясним. Сразу, чтобы все было понятно. Мы вызвали наряд полиции. Мы вас уже знаем. Да, вызвали наряд полиции. Сейчас находимся на месте происшествия. Мы не можем покинуть магазин до приезда и фиксирования правонарушения. Вот сейчас мы пишем заявление. Мы не можем постоять на улице, когда стоит полиция. Мы не можем покинуть место происшествия. Я еще раз вам объясняю. Покупатели не обслуживают. Это не персонал. Мы сейчас не обслуживаемся. Давайте тогда сделаем так, Екатерина. Мы сначала свою версию скажем, а потом я скажу. Параллель не будем разговаривать. Нужно, чтобы они покинали магазин до приезда полиции. Не выйдете. Может, я даже не покажу. Магазин не покажу. Все, могу теперь я сказать. Екатерина, вы тоже послушайте. Значит, сотрудники охраны, да, ЧОПовцы, имеют определенные полномочия. В частности, они имеют право следить за тем, чтобы не было хищения и тому подобное. Применять силу, выгонять посетителей и тому подобное, они не имеют права. Звоните в полицию. Я вам совет даю. Но я вам поясняю, что в полицию мы уже позвонили. Ждем. Расслабьтесь. Мы ничего не крадем. Мы ничего плохого не делаем для магазина. Я вам еще раз повторяю. Полицию можете подождать на улице. Отпись произвели, пожалуйста. Мы будем ждать полицию на месте происшествия. Вы не имеете право находиться в магазине, если он не работает. Мы имеем право. Мы зашли в магазин, он работал. Магазин обесточился. Обесточился. Хорошо. Вы должны покинуть магазин до... Мы вам ничего не должны. Пока не приедет наряд полиции, мы его не покинем. Идите на улице. Мы не будем ждать на улице. Вот приехали охранники, могут с нами постоять. Мы сейчас спокойненько оформляем. Вы за нас не беспокойтесь. Мы темноты не боимся. Сейчас, тем более, не так темно. Вы не имеете права находиться в магазине. Ладненько. Не будем повторять одно и то же по кругу. Хорошо? Но если вы меня не понимаете. Ну почему? Я вас очень хорошо понимаю. Я вас очень хорошо понимаю. Было детское просроченное питание. Позавчера на 5 месяцев. И вчера просроченное было детское питание. На 5 месяцев я считаю, что это вы принесли. Ну вы можете считать, что это ваша защитная реакция. Все что угодно. Ну я из-за он полгода ходил и проверял просрочки. Как же он проглядел-то за 5 месяцев? Ну знаете, он не ваш сотрудник. Я вам еще раз объясню. Ну ему оплачивалось. Просрочное и товаром с магазина. Нам сейчас Анна, Анна, ваш офис, ваш сам сказала, что ваша Анна сказала. Что это наша функция выявлять. Понимаете? То есть уже работники вашего магазина считают, что они не должны убирать просрочку. Якобы мы это должны делать. Анна является стажером этого магазина. Давно ли она является стажером? Вечный стажер? Нет. Почему она работает всего пару месяцев? Ладно, давайте мы не будем Анна обсуждать. Я вам просто объясняю, что если вы считаете, что мы ваши работники по угоду просрочки, тогда мы сейчас этим и займемся. Будем ходить вам каждый день. Хотите. Лишь не против. Будем ходить. Лишь не против. Я вижу, что вы не против. Но в данный момент, к сожалению, должны покинуть магазин. К сожалению, в этот момент все хорошо. Но, как вы видите, магазин не работает. Я понимаю, что не работает дальше. К сожалению. Мы сейчас у вас не собираемся ничего покупать. Мы сейчас зафиксируем данное событие. И покинемся магазин. И потом покинем обязательно. После того, как приедут. Нет. Не читалось. Ага. Больше нет желаний никаких. Если сотрудник магазина считает, что мы нарушаем что-то, вызывайте полицию. Причем здесь охрана? Охрана отличается охрану объектов. Не больше, не меньше. Вы же сами согласны? Что у вас нет функции подменять с собой правоохранительные органы. Ну да. Ну вот. Поэтому давайте дождемся полицию. И они все разрулют. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Ну вот, Денис Анатольевич, с ним тогда беседуйте. Да, да. Я с умом не с ним разговариваю. Что-то непоняток не было. Черний Алексей Андреевич, полицейский. Все, спасибо большое. Так, вы хотите заявление, да? Да, все написано, все готово. Для детей 4 месяцев, детское просроченное питание. Вот цветы. Изготовлено, что он 3-го, 20-го, годен 0-3-го, 0-9-го, 21-го. Сегодня у нас 6-ое. Слушай, а вот эта баночка, ну такая же, в виду, в субботу была же. Помнишь, это Евгения нашла? Так она нашла до 4-го месяца. А, значит, нет. Там у нее была и такая, и другая. Надо посмотреть, может, если это одна. Та была с красной крышечкой, а это зеленой. Если она одна здесь, значит, она не выставлена реализация. Скорее всего, то, что полицейский участковый вернул. Не, ну если по акту передали, то вряд ли выставили. Не факт, что по акту передали. Мы же не знаем. Потому что пока она одна. Так, это что у нас? Только кабачки. Это капуста, надо кабачки искать. Только кабачки. Нет. Остальное свежее. Это не значит, что детский просрок назад вернули на реализацию. Но я потом по фото, по видео посмотрю. Да, ну, посмотри, какая там дата была. А, я имею в виду, что там, кабачки или что там было? Да, да, и кабачки, и дата какая. Ну, все, теперь опять. Хотели нас выгнать, но теперь уж точно не получится. Это надо и знать. Поэтому только участковый. Тогда давай сделать звонок в полицию. Угу. Угу. Давай, да. Здравствуйте. Масло беспокоит вас. К нам ребята приехали, но, к сожалению, нам можно начать участковый. Мы наше детское просрочное питание. А, сами, да, что позвоним? Все. Надо, чтобы полицейские позвонили. Ну, пойдем, подойдем сейчас сразу, скажем. Пойдем, да. Вот это питание, я сейчас пишу расписку о том, что я принял на ответственное хранение. Вы это переверите в отдел. Соответственно, участковый, когда получит, он позвонит мне. Я привезу эту баночку, он мне извинит ее официально и передаст ее в сентябре. Тебе отдельно надо написать заявление на эту баночку еще. А, да, мне еще заявление написать. У вас есть, мол, бумажка? Бумажка или чистый лист бумаги? Ну, все, хватит, хватит, да. Но вы все равно будете ожидать участкового, да? Нет, нет, тогда он не нужен. Нет, мы его будем ожидать, но уже в своем месте. Мы телефончик оставим, он позвонит, и либо участковый к нему приедет, либо он к участковому подъедет. И по акту передаст уже с соответственного хранения эту баночку. У меня примется. Вот мы вчера так же сделали, мы сначала передали, но потом получилось, что участковый освободился, и он приехал. А, это камеры, кстати, тоже, наверное, отключились, да? А, поэтому и выключили. Какая молодец. Ну, это их сложности, что они там выключили, не выключили. Да мы принесли с собой, пока камера выключена, мы просто вытащили из команды. Хорошо, хорошо. Конечно, конечно. Екатерина, в следующий раз мы когда к вам придем, мы будем карманы выворачивать, хорошо? Хорошо, да, можно ли? Ну, я шучу. Я шучу. Просто впредь такого не делайте. Не делать чего? Просрочку не выявлять? А мы ничего с собой не приносим. Ну, и карманы вам показывать не будем. А наш диалог сегодня все люди увидят, кто подписан, да. И про то, как вы вели провокационную беседу, записывая на свой айфон. Да. Это же вы занимаетесь немогачеством. Вот мы сейчас все это и посмотрим. А сейчас вы на видео не записываете, как вы просрочку с магазина вывалите, да? А, я снимаю и вывал. Аня, прокомментируете? Не буду. И будете? Отказываюсь. Понятно. 51 воспользовались, да? Хорошо. 51 статьей воспользовались? Можно и так? О-о-о-о.